друзья всем привет вы находится на канале автоподбор 25 сегодня разберем с вами такую немаловажную тему для кого-то для кого-то это просто мелочи многие автолюбители я вы пассажиры сталкиваются с таким неприятным моментом когда мы выходим из автомобиля нас начинает бить током давайте разберемся что это такое что это за ток откуда он берется и можно ли это как-то избежать деньги деньги м по и об но перед этим небольшим видео мы обычная реклама никакой не занимаемся тут вышел на нас паренек сказал ребята я смотрю все клево молодцы я тоже начинаю покажите пожалуйста мое видео отказывать мы не будем поэтому посмотрите небольшой сюжетик буквально на одну минуту парень действительно веселый вот ссылочка на его канал будет в описании под этим видео короче ребят быстро и по факту как меня любит 3 степи надо быстро и по факту короче у нас есть мы простые пацаны из владивостока у нас есть мечта моя мечта nissan gtr у нас есть 100 тысяч рублей и наша задача не знаю за какой срок и как у нас это вообще получится сделать но от 100 тысяч рублей дойти до nissan gtr а как это получится как часто будут выходить выпуски и так далее я вообще не знаю у меня вот так идет голова кругом но мы что-то попробуем сделать поэтому усаживайтесь поудобнее надеюсь вам это понравится от вас желательно лайки репосты подписки ну а мы покажем вам чудо контент gtr мы идем за тобой итак друзья что же это такое когда после поездки вы открываете дверь выходите из автомобиля трогайте кузов то есть берете за ручку берете за металл закрываете дверь автомобиля у вас такое вот неприятное возникает ощущение небольшой происходит разряд и это статическое электричество всем известен эффект расчесывания волос ну или допустим приходите вы домой на вас одета синтетическая одежда вы начинаете раздеваться и слышите такое легкого не легкое потрескивание особо не то что особенно допустим в темное время суток не в темное время суток а когда в комнате у вас темно вы даже можете увидеть такие маленькие маленькие проскакивают искорки почему же автомобиль бьет током причин на это довольно много разберем просто несколько как бы косвенно в этой ситуации виноват сам человек не замечает того почему потому что ну во первых это одежда да но там гардероб менять никто не собирается когда мы садимся в автомобиль мы сами не знаем об этом да мы трёмся мы трогаем руль мы включаем дворники мы трёмся там об обивку сиденья об чехлы там еще чем-нибудь трёмся тем самым накапливать ическое электричество и намного чаще это происходит если одежда содержит содержит синтетику следующий момент автомобиль мы сами этого не замечаем не понимаю может кто-то знает он сам накапливает этот заряд каким образом спросите вы все очень просто автомобиль движется поток воздуха тем самым происходит трение накапливается заряд чем дольше поездка тем больше будет этот заряд ну и конечно сухая погода сухая погода она способствует увеличению этого самого заряда в итоге что мы получаем разумеется сидящий в автомобиле человек пассажир да он все это дело в себе накапливает он имеет свойство обладать электрическим потенциалом и весь вопрос том какое значение имеет его заряд то есть человека если такой же как и автомобиля то при выходе из автомобиля никто ничего не почувствует а если же плюс и минус то при выходе из автомобиля мы почувствуем разряд и есть еще один момент это неисправность уже идет самого автомобиля проводки проводов где-то что-то мы задели там может там я не знаю ремонт был автомобиле какой-то в общем провода тоже они имеют свойство тереться они протираются до металла не до металла а провода становятся оголенными ну соответственно где-то вот этот оголенный провод он начинает контактить с кузовом автомобиля в общем происходит так называемый пробой на массу если все же причина кроется в этом то ребят тогда это только в сервис это это не только неприятно да когда вот автомобиль бьется током но это еще может быть опасно что касается самих вот этих разрядов ударов для здоровья это не опасно но поверьте кто с этим сталкивался это ой как очень очень неприятным то есть бывает там дотронешься просто там раз там какая-то искорка проскочила а бывает так то что как долбанет так долбанет и так выходим из автомобиля выходим из автомобиля закрываем дверь ай бац ударила что же с этим делать как с этим бороться вот есть несколько способов есть там новые какие-то способы есть старые способы можно купить антисептик до антисептик там антистатик как мы правильно называется не знаю сколько он стоит но я не думаю то что он стоит 100 рублей но опять же я не за это и себя там пшикать что ли и одежду пшикать и автомобиль пшикать это неудобно во первых это какая-то лишняя вещь автомобиля постоянно возить там постоянно можешь забыть про пшикаться ну вообще если честно по отзывам по отзывам судя по отзывам он вообще не помогает вот можно купить брелок специальный брелки сегодня заходил смотрел сколько стоит там от 400 рублей и выше но это тоже как это вышел из автомобиля приложил брелок он там на себя принял этот разряд тоже как-то как-то не то но и опять же говорят то что они малоэффективны если на то пошло можно использовать просто просто обыкновенный железный ключ да вот вообще даже нет нет автомобиля главное чтобы чтобы он был железным как его использовать ну вроде как вот выходишь да из автомобиля там ноги поставил одну ногу поставил приложил его кузов автомобиля должна проскочить какая-то искорка все ты вышел до либо там подошел тоже там потрогал его но опять же там ключом можно причем можно автомобиль и поцарапать если это небрежно небрежно как-то сделать это тоже какие-то вот такие методы непонятны пишите в комментариях кто кстати вот как избавляется от вот этих неприятных моментов вот еще один способ это такое не знаю как его назвать дедовский что ли способ но опять же говорят то что он не работает абсолютно никак вы я думаю замечали особенно на старых автомобилях идет полоска такая как раз называется антистатик то есть кто-то в магазинах ее покупал покупает до сих пор ее ставят кто-то сам делает там я знаю делают их из антенных проводов вот но тоже такой метод неэффективны в плане энергии то накапливаем мы и мы накапливаем и автомобиль тоже тоже накапливает ну и опять же да допустим он помогает этот антистатик эта полосочка повторяю что что старые автомобили жигули волги там вазы какие-нибудь там шестерки восьмерки да на них мы часто замечаем допустим взять новый автомобиль кто захочет портить себе новый автомобиль да может быть они есть какие-то модные но опять же это лишнее отверстие надо сделать где-то в бампере может где-то еще что-то ну я считаю то что это надо лично мое мнение то что это бред какой-то и так самый надежный самый надежный и наверное самый проверенный способ чтобы избежать этого разряда разряда что нам нужно сделать значит все мы остановились автомобиль не знаю заглушили нужно нам выйти с вами из автомобиля открываем с вами дверь открываем с дверь беремся за железо конкретно вот данном автомобиле за стойку то есть взяли за стойку поставили на ногу не поставили на ногу встали на ногу все у нас произошло заземление мы спокойно убираем руку закрываем дверь никакого щелчка никакого удара никакого там разряда мы не получим минус наверное один ну как один полтора до минуса это немного наверное неудобно когда ты выходишь из автомобиля хотя в принципе можно это все элементарно просто делать вот все удары никакого не будет мы все-таки минус минус это допустим сейчас автомобиль он чистый ну хотя как на камеру он кажется чистым по факту он уже немножко пыльный да не рука немного испачкался а если он будет грязный то он просто просто испачкаем свою руку вот к этому можно отнести вот этот вот минус но опять же и и по отзывам и по опыту это работает это действительно работать некоторые писали то что еда я говорит женой там или с кем-нибудь пускай жена мол первая с автомобиля выходит но хорошо ее там ударила вы думаете вас не ударит в это тоже накопили вот давайте по обсуждаем с вами в комментариях кто как борется с вот этой вот штукой давайте короче обсуждать друзья на сегодня будем заканчивать вот кому нужна помощь приобретение автомобиля все телефоны есть в описании все телефоны у нас один телефон то есть у нас там дублеров каких-то нету есть только только один телефон поэтому звоните пишите всегда рада ответить всем пока